Горячая вода Горячая вода – дополнительная нагрузка на сердце. Это стоит учитывать людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В тепле кровеносные сосуды расширяются, что заставляет сердце работать усерднее, при этом артериальное давление испытывает перепады. Человек может почувствовать головокружение и даже потерять сознание. Также эндокринолог указала, что горячий душ может спровоцировать проблемы со сном, поскольку вода высокой температуры мешает естественному охлаждению тела. В целом, единственное, что точно нужно мыть по нескольку раз на дню – это руки. Врач отметила, что масла играют важную роль в нашем питании, так как содержат жирные кислоты, необходимые для синтеза гормонов, снижения холестерина и артериального давления. Однако не все виды масел одинаково полезны. Наиболее полезными являются жидкие масла растительного происхождения, содержащие поли- и мононасыщенные жирные кислоты. Эти жиры способствуют повышению уровня хорошего холестерина, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Среди таких полезных масел выделяются оливковое, кукурузное, рапсовое, льняное, масло семян подсолнечника и грецкого ореха. Однако на другом конце спектра находятся масла, которые лучше ограничить в рационе. Так, сливочное, пальмовое, кокосовое масло и сало содержат высокий уровень насыщенных жирных кислот, способствующих повышению уровня плохого холестерина и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, предостерегла врач. Тем не менее, не стоит полностью исключать из рациона насыщенные жиры, так как они необходимы для клеточных мембран. Их следует употреблять примерно 10% от общего рациона. Желочный пузырь отвечает за функцию по переработке жиров, выделяя желчь, необходимую для эффективного расщепления и усвоения. Врач подчеркнула важность сбалансированного питания и здорового образа жизни для профилактики проблем с желчным пузырем. Медик рекомендует избегать жирной, жареной и острой пищи, а также алкоголя, чтобы снизить риск застоя желчи и образования камней. Заболевание желчного пузыря может указывать боль в правом верхнем квадрате живота или солнечном сплетении, обычно возникающее во время сна или после еды. При этом боль может отдавать в спину или правое плечо. Второй тревожный признак – неприятные ощущения после еды, которые могут продолжаться от 30 минут до 6 часов. Иногда после употребления особенно жирной пищи может возникнуть потливость, тошнота и рвота. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин